В Беларуси дорожные камеры теперь фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и отсутствие техосмотра. Сумма штрафа – 18 рублей 50 копеек, пол базовой. В перспективе фиксаторы смогут регистрировать проезд на красную остановку за стоп-линией и движение по полосе общественного транспорта. Разговор по телефону за рулём, не пристёгнутый ремень безопасности. В стране завершился Минский полумарафон 2023. Самое масштабное беговое событие Беларуси прошло у Национального олимпийского стадиона «Динамо». Среди победителей – бобруйчанка Татьяна Шабанова. Она первой финишировала на дистанции в 10,5 километров. Всего в забеге приняли участие 15 тысяч человек. Среди них не только белорусы, но и гости из 17 государств. В Бобруйске 16 сентября с 9 до 12 часов пройдёт прямая телефонная линия. Руководство предприятий жилищно-коммунального хозяйства ответит на все интересующие вопросы. Номера телефонов размещены на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета. В женском монастыре Святых Жён Мироносец состоится крестный ход к Александроневскому собору. Начало 12 сентября в 17.30. Православная церковь чтит память святого благоверного князя. В этот день в 1721 его мощи перенесли из Владимира в Санкт-Петербург. Запреты и ограничения на посещение лесов продолжают действовать во всех 118 районах Беларуси. Изменения можно отследить в режиме реального времени на интерактивной карте Минлесхоза. В первом случае посещение массивов исключено за нарушение штраф. Во втором разрешены пешие прогулки, сбор грибов и ягод.